Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Жители одной улицы будут ездить домой по пропускам. Подготовку к саммиту Россия-Африка обсудили сегодня в Сочи. Ремонт больницы, пособия и новая школа. Вице-губернатор Анна Менькова посетила социальные объекты Сочи. Как ищут пострадавших в России и Франции? Оказывается, разница есть. Нюансы спасатели узнали на международном семинаре в Сочи. Для успеха им нужен не только холодный зал, но и холодная голова. Сочинцы принимают участие в первенстве края по шорт-треку. Олимпийский парк в Сочи закроют на три дня. С 22 по 25 октября там пройдет саммит Россия-Африка. В период его проведения проезд в Олимпийский парк будет закрыт. Исключения сделают для участников и жителей поселка Мирный. Подготовку к саммиту сегодня обсудили на заседании городского архкомитета при главе города. В поселке Мирный есть одноименная улица. Так и называется улица поселок Мирный находится между улицами Каспийской и Казачьей. Именно этот участок входит в так называемый периметр безопасности. Чтобы жители смогли свободно попасть в свои дома, необходимо каждому пройти аккредитацию. Получить пропуск нужно и на личный автомобиль. Сделать это жители улицы поселок Мирный, а это 300 человек, смогут в специальном пункте. Его организуют в начале следующей недели прямо на этой улице. Получить аккредитацию должны также сотрудники и транспорт аварийных, экстренных служб, ресурсоснабжающих предприятий, а также объектов торговли и средств размещения в Олимпийском парке. Без пропуска въезд на территорию Олимпарка с 20 по 25 октября будет закрыт. Разъяснительная работа и подворовые обходы на улице поселок Мирный начнутся уже в эту субботу. Специалисты зайдут и в мини-гостиницы, чтобы владельцы при необходимости аккредитовывали своих гостей. Глава Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, важность саммита и форума для страны неоспорима. Но задача городских властей сделать все возможное, чтобы жители Сочи не ощутили никаких неудобств. Общение должно быть корректным. Мы ни на кого не давим, очень аккуратно, спокойно, не вызывая никакого внутриполитического эмоционального сопротивления. Поэтому у нас будет создана своя группа из заместителей, которые будут заниматься конкретно по всем хозяйствующим субъектам, по всем организациям и предприятиям, которые доведет до всех информации. Заявки и документы от жителей начнут принимать на следующей неделе по адресу улица поселок Мирный, 14, здание кафе. Пункт будет работать ежедневно с 24 сентября по 28 октября с 10 до 17.00. Сегодня губернатор принял участие в закладке камня на месте будущего Центра воспитания «Патриот». Аналогов такого комплекса нет на всем юге России. На 145 гектарах возведут целый военный городок. Комплекс воздушно-десантной подготовки для занятий ГТО, трасса мотокросса, автогородок, полоса препятствий и скалодром, стадион, спортивные площадки, даже и подром. Особая гордость – собственная почти километровая взлетная полоса. Вениамин Кондратьев отметил, что парк «Патриот» – это не музей или выставочный зал. Парк будет иметь, прежде всего, прикладное, практическое значение. Патриотов тоже нужно формировать, обучать. И такое место в нашем крае появится. Это здесь, за моими плечами, за моей спиной, парк «Патриот» 150 гектаров. И мальчишки здесь могут, понятно, прыгать с парашюта, преодолевать полосу препятствий, учиться жить в партизанской деревне, просто научиться жить в команде, в огромной большой семье, помогая друг другу. Принципиально важно, чтобы этот парк «Патриот» как можно раньше, как можно быстрее принял сюда уже первых курсантов. Я уверен, это будет местом притяжения для нашей молодежи, для наших парней, я уверен, и девчонок, которые ощущают себе стержень и чувство потомка великого народа, народа победителя. И сегодня же глава региона принял участие в церемонии начала строительства школы-интерната для одаренных детей в Краснодаре. Уже через два года, 1 сентября, образовательное учреждение примет больше тысячи талантливых ребят со всей Кубани. Большие средства предназначены для развития социальной сферы региона. Это и строительство новых школ и детсадов, оснащение существующих дополнительными пристройками, а значит, местами для детей. Как эта работа ведется в Сочи, накануне проверила вице-губернатор Анна Менькова. Администрация региона получила свыше 4,5 тысяч обращений от жителей курорта, и каждая касается именно соцблока. Кабинеты Адлерского управления соцзащиты заполнены посетителями с самого утра. В базе ведомства зарегистрированы 69 тысяч жителей района. Их проблемы каждый день решают 25 специалистов. Но насколько эффективно этот вопрос вице-губернатор Анна Менькова задала самим Адлерцам. Я, как ветеран труда, принесла справку на оплату. Понятно. Все вовремя вам оплачивает коммуновение? Да, спасибо. Вопросы есть к нам по поводу оплаты? Нет. Реальная помощь уже оказана 47 тысячам жителей Адлерского района. Социальные выплаты производятся льготным и не только категориям граждан. Выплаты ориентированы на различные категории граждан. Выплату на первого ребенка при рождении и усыновлении через управление получают порядка 600 человек. Заметную поддержку населению оказывают и региональные власти. Больницу номер 3 в Хостинском районе ремонтируют за счет краевых средств. Медицинское учреждение в октябре 2018 пострадало от потопа. Вода загубила почти половину всего оборудования. Из краевого бюджета было выделено порядка 42 миллионов. Это на косметический и восстановительный ремонт и на закупку оборудования, которое утонуло во время этого потопа. Ремонт в палатах почти закончен и теперь необходимо решить кадровый вопрос. На прием к узким специалистам поликлиники в той же Хосте трудно попасть. Кому вы не можете попасть? Будем эту проблему пытаться решить. Большим трудом к лору попадало долго очень. Недокомплектован штат и в некоторых сочинских школах 15-й гимназия в Центральном районе. В их числе не хватает учителей и свободных мест в классах. В этом году за парты в Сочи сели более 70 тысяч школьников. Опять 5 тысяч в месяц в этом году за лето. И до сих пор идут родители и дети в школу. Это все понятно, но понимаете, нет смысла строить школу, если в ней нет педагога. В третьей четверти учебного года будет запущен новый корпус 6-й гимназии. Основное здание рассчитано на 800 школьников, а обучаются на тысячу больше. Дополнительные помещения должны разгрузить классы. Мы планируем сюда переселить все основное и старшее звено, то есть с 5 по 11 класс. Заказали современнейшее оборудование и никогда бы не справились без помощи края. Именно краевое министерство, администрация Краснодарского края выделяет средства на ремонт и оборудование этой школы. В следующем году начнется строительство школы на Мамайке. Пока за счет собственных средств. Потом присоединится федерация. Об этом сообщила вице-губернатор на совещании, которое состоялось по итогам объезда социальных объектов в Сочи. Фронт работ Анна Менькова обозначила перед новым мэром Алексеем Капайгородским и его командой. Мы вовлекали город Сочи всегда во все программы и достаточно всегда был активным. Но сегодня такова ситуация и запрос настолько огромен, что активность эту нужно минимум удвоить. И здесь очень много будет зависеть, конечно, от вас. Наша команда готова к работе выполнять все стратегически поставленные задачи, которые идут прежде всего от населения. На совещании вице-губернатор Анна Менькова поздравила Алексея Капайгородского вступлением в должности. Выразила надежду, что ни одно обращение сочинцев, а их поступило в администрацию края 4,5 тысячи, не останется незамеченным. В школах Краснодарского края начались уроки финансовой грамотности. Участниками проекта станут ученики 6-11 классов и студенты техникумов и колледжей. Осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности продлится до 18 декабря. Образовательные организации подключаются к порталу, на котором размещены уроки, самостоятельно определяют очередность и время проведения занятий, сообщили в Краевом министерстве образования. Впервые в этом году онлайн-уроки включены в число мероприятий Международной недели инвесторов на территории России. Она пройдет с 30 сентября по 6 октября, более чем в 90 странах. Эта информационная кампания направлена на информирование граждан о возможностях и рисках инвестирования на финансовом рынке. Кстати, в России изменят порядок взыскания долгов. Банкам разрешают взыскивать просроченную задолженность по кредитам наравне с коллекторами. Законопроект разработали Минюст и Федеральная служба судебных приставов, сообщают Кубанские новости. В реестр службы приставов можно будет включать банки, которые после этого получат право звонить должнику, встречаться с ним, а также использовать робота-коллектора. Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд. Без включения в реестр общаться с должником банка можно будет лишь через электронную и традиционную почту. Также взыскивать задолженности с физлиц смогут микрофинансовые организации, управляющие компанией ЖКХ, операторы связи. Сейчас таким правом наделены только профессиональные коллекторы. При этом кредитор может обращаться в суд с первого дня возникновения задолженности. Краснодарский край попал в лидеры по реализации дорожного нацпроекта в России. Проект стартовал в этом году в 83 регионах. В большинстве из них дорожные работы уже подходят к концу. В Краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что Кубань завершила основные работы на два месяца раньше срока. В Краснодаре отремонтирован 51 объект общей протяженностью 67 километров. В Сочи обновили 64 участка улиц длиной 85 километров, а в Новороссийске 10 объектов длиной 14 километров. На региональной сети также с опережением графика дорожной работы завершены на девяти участках протяженность 77 километров. Национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги реализуется в стране до 2024 года. Его цель – увеличить долю региональных автодорог, соответствующих нормативам, не менее чем наполовину. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 20 сентября в Сочи переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 22-24 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 23. Начался прием работ на конкурс «Мое будущее. Краснодарский край». Он стартовал в рамках реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Конкурс организован региональным министерством экономики и проводится по четырем номинациям. Человеческий капитал, экономика, пространственно-территориальное развитие и Краснодарский край 2030. Последняя номинация подразумевает творческие работы в формате рисунков, слоганов, музыкальных произведений, фото, видеороликов для формирования образа будущего Краснодарского края. Стать участниками конкурса могут граждане до 35 лет. Принимаются как индивидуальные заявки, так и работы коллективов от двух до пяти человек. Прием работ продлится до 1 ноября. Победителей назовут 10 декабря. Подробнее о номинациях и порядке участия можно узнать на нашем сайте. Ну или на сайте Министерства экономики Краснодарского края. Сочинские и французские спасатели обмениваются опытом в городе на базе Южного спасотряда. В эти дни проходит международный семинар по методам спасения в горах. Ранее в Сочи уже приезжали спасатели из Австрии, Армении, Абхазии и Казахстана. Сегодня в гостях сотрудники Дирекции гражданской безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций МВД Франции. Они уже осмотрели несколько объектов Сочи. Это конно-кинологический центр МЧС и центр подготовки спасателей в Красной Поляне. Сегодня они посетили базу ЮРПСО в центре Сочи. Ну а после стали участниками показательной тренировки по спасению пострадавших людей на Орлиных скалах. Обо всем в порядку в нашем следующем материале. Мы его заказывали под ликвидацию последствий ДТП у нас на территории. Особенно аварии в тоннелях с возгораниями автотранспорта. Пожарные, аварийно-спасательные машины, квадроцикл и мобильный госпиталь. Спецтехника для спасения в горах, тоннелях и на воде. Спасателям из Франции Сочинские показывают весь самый современный комплекс техники и технологий, которые используются для спасения жизней. Когда идут крупномасштабные операции, вот такое установление, рецепт разворачивает лагерь для всестороннего обеспечения жизнедеятельности на 70 человек. Помогают в работе и собаки. На базе Южного спасотряда 25 кинологических расчетов. Одни четвероногие ищут живых людей, другие – тела погибших. Во Франции дело обстоит немного по-другому. Мы бы и рады использовать собак для поиска погибших, но во Франции закон не позволяет этого делать. Тела погибших ищут только люди. А еще Генеральная дирекция гражданской безопасности и ликвидации ЧС во Франции входит в состав полиции. Да и служба спасения в горах у коллег из знаменитого горнолыжного курорта Шамани появилась на два десятка лет раньше, чем в России, в конце 50-х. Мы убедились, что наши русские друзья обладают всем набором средств для того, чтобы проводить весь набор поисково-спасательных работ, как и у нас во Франции. И мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с нашими коллегами из России. В Сочи делегация из Франции приехала на международный семинар для обмена опытом спасения людей в горах. Европейские коллеги уже осмотрели несколько объектов Сочи. Это конно-кинологический центр МЧС и центр подготовки спасателей в Красной Поляне. Кстати, сочинские спасатели уже были у французов до Олимпиады. Убедились, что Южный спасотряд сегодня использует самые передовые методы. Честно скажу, что уровень российских спасателей достаточно высок, поэтому что-то почерпнуть очень новое, глобальное не удается. Но те мелочи, которые мы в общении можем увидеть, отметить, они зачастую имеют огромное значение в ходе проведения спасательных работ, так как это работы в условиях опасности для жизни, как спасателей, так и пострадавших. В реальные условия спасения в горах, к счастью лишь условно пострадавших, российско-французская делегация погрузилась уже после экскурсии. На Орлиных скалах прошла показательная тренировка сочинских спасателей. По легенде, группа туристов попала под камнепад. Несколько человек под завалом, другие на крутой скале. ЮРПСО для спасения использует беспилотник, альпинистское снаряжение, кинологов и вертолет. Методы работы российских спасателей французы изучали три дня. Отмечают, остались под впечатлением от техники, технологий и профессионализма людей. Сегодня гости также осмотрели музей ЮРПСО. Южному спасотряду в следующем году 25. Специальные книги французы написали. Браво нашим русским друзьям за профессионализм. А еще пригласили наших спасателей с ответным визитом в Шамании. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. К слову, количество туристов, рекомендующих Сочи, увеличилось. По сравнению с прошлым годом цифра выросла почти в два раза и составила 63%. В 2018 году этот показатель составлял 39%, а в 2017 еще меньше – 24%. Исследования провели специалисты одного из туристических порталов, опросив россиян, отдохнувших в Сочи. Большинство туристов ответили, что остались довольны отдыхом и будут рекомендовать курорт своим родным и близким. Также подавляющее большинство респондентов – 73% из числа жителей России, регулярно отдыхающих в Сочи – отметили, что качество услуг на курорте значительно выросло. В том числе, по мнению участников опроса, повысилось качество продуктов питания, заметно разнообразилась культурная программа и улучшилось экскурсионное обслуживание. Сочинские конькобежцы принимают участие в первенстве Краснодарского края по шорт-треку. Соревнования проходят на арене Ледового дворца «Большой». На этом льду ребята, которые всегда готовы вступить в гонку. Скорость, реакция, дисциплина и бесконечное движение вперед – вот что удерживает спортсменов в этом виде спорта. На Кубани шорт-трек считается динамично развивающимся. В нынешних соревнованиях первенстве Краснодарского края и одновременно города Сочи участвуют 50 человек. Здесь они могут получить путевку на всероссийские соревнования. Первые четыре девочки и четыре юноши поедут на соревнования, где будут бороться с Москвой, с Подмосковьем, с Рыбинском. Это уже у них будет отбор на финал первенства России. То есть есть за что бороться. Ребята на Кубани по мне очень перспективные. И характер у здешних ребят, и у девочек, я бы сказал, нисколько не уступает сибирским характерам, которые у нас по всей России всегда. Вот сибирский характер. Вы пообщайтесь и посмотрите, как участвуют в соревнованиях в Южане, тогда будет видно. Популярность шорт-трека пока не так высока, признаются сами тренеры. Тот бум, который начался в крае после Сочинской Олимпиады, немного спал. Многие просто не понимают этот вид спорта. На самом же деле шорт-трек не просто бег на коньках, но и тактическая борьба. Здесь нужно не только рассчитывать силы на дистанцию, но и предугадывать планы соперников. Необходимо сохранять холодную голову, несмотря на то, что это гонки. Скорость, мотивация, драйв-кап – это очень интересно. В нашем виде спорта очень сложно удерживать себя на коньках, позицию свою. Надо за каждую секунду бороться. Мне подходит этот вид спорта, потому что я не люблю, когда танцуют. Мне нравятся именно жесткие виды спорта, когда можно побежать или показать свой характер. Есть некий азарт, обгона, потом лед, опять же, такая опасность есть какая-то, но это завлекает. В Сочи есть все, есть лед, оборудование для стартов, для всего. Все условия есть для достижения высоких целей. Высокие достижения – это и есть главная цель тренера в Центре олимпийской подготовки Краснодарского края. И на Сочи – большие ставки. Город-курорт – один из двух муниципалитетов края, где культивируется этот вид спорта. У нас есть сборная Краснодарского края, которая формируется из детей сочинских и армавирских. В других городах пока что нет у нас команд. И очень хорошо, что у этих детей есть возможность проявлять себя в олимпийском виде спорта и также составлять хорошую конкуренцию на российском уровне. Мы очень надеемся, что мы все-таки в этом году приблизимся к своей мечте и совместными усилиями нашего края пополним сборную России нашими спортсменами. Первенство края и города Сочи – это не только шанс представлять край на всероссийском уровне, но и возможность получить или повысить разряд, улучшить свои показатели. А еще почувствовать олимпийский дух борьбы, который до сих пор привлекает спортсменов в город Сочи. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. Также в социальных сетях, в группах «Говорить Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорить Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.